Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Суба. Сегодня будем играть за Льва Дюка, будем сегодня качать ему четвертый слотик, ну и врываться в командные бои, как обычно. Опять же, я не хотел бы на самом деле качать четвертый слот, почему? Потому что, ну, нету скидочек, хочется все в скидки делать, но... Неизвестно, когда не будут. Ладно бы там, знаете, у разработок был бы в календаре какой-нибудь, который вот в этот день будет скидочка вам на прокачку, ребятки, на этих персонажей, таких-то, таких-то, да? Опа, все, понятно. Но, к сожалению, такого нет. Давайте глянем только перед ним по атрибутам, все прокачано. Ну, раз все прокачано, давайте просто сделаем вот этот мув за 120 тысяч. Да. Ну ладно, что есть, то есть, погнали. Четвертый слотик, давай, наверное, добавим в Льву подвижности, потому что... Ему ее не хватает. Конечно, я хотел бы добавить. Оооо! Ну вы понимаете, да? Активный навык Льва станет, феромоны станет. Вместе они не дают дополнительное время. Не дают, не дают, да? Активный навык Льва очень медленно кдшится, то есть вы не сможете использовать феромоны. Ну, один раз феромоны, один раз активный навык. Вы так не сможете. Ну, и короче, в общем, бред это для Льва, я не знаю. Их бы как-то обменять, был бы обменник. Типа, обменять на бицуху я бы сейчас обменял, вот серьезно. Но, к сожалению, нет. Бинт можно взять для Льва. Да, окей. Забываем фера. Блин. Забываем фера, точно. Ну что, ребятки, похоже, Лев у нас будет без ускоров. Очевидно. Не, можно, конечно, заменить гранатку. И меньше урона иметь. Что мы, наверное, сделаем? Попробуем вот так вот сегодня сыграть. Я, конечно, знаю, что это вообще не очень. Потому что граната столько урона дает, что позволяет шотать очень многое. Но я хочу зубы вампиры, чтобы хилиться. И хочется, ну, подвижность или все-таки добавить. Поэтому давайте так сделаем. А в идеале я бы взял бинт, зубы вампира, трудные гранаты и себе еще дефибриллятор. Или ботинок. Вообще, зачем я играю на команду? Зачем этот дефибриллятор бесполезно? Лучше разваливать. Вот заменим его сейчас после боя. Как говорится. Я, конечно, все шутки. Просто, ну, иногда на низком летнем. У меня сейчас я вниз кирить имеет по определенной причине, которая называется очень просто. Ну, я гранату кинул, она не кинулась. Не добежал. Доби, не добежал. Ну, или черепах, как там его зовут. Не важно. Так, лутаем аптечки. Похилимся. Лишний раз, как говорится, не помешает. Меньше может быть какого-нибудь противника достанется, который будет двигать. Защиту сразу закинем, чтобы она не была лишней. Не валялась, потому что прожать ее будет сложновато. И так, у нас есть фулл дроп. И вроде адекватная команда. Чуть-чуть. Ого, видали? Автотака лука как-то сама по себе. Я думал, сейчас не сбахнет просто. Автотакой. Но она почему-то вверх бахнула. Странно, странно. Автотака что ли стала лучше у лука? Но это не точно. Может, мне просто повезло. Такое бывает. Иногда в зубе. Когда везет. Осталось приятно с два склада. Крабик у нас немножко не дружит. Не дружит, да. С тем, чем вы знаете. Ну, как обычно, шкрабик. Все дела. Не хочет играть командно вообще. Вот сейчас он умрет и все. Ну, смотрите за кровом. Ну, или мы сейчас умрем и все. Ну да. Тайминговый стан. Как всегда, впрочем. А вот сейчас я стан, конечно же, не кину. А зачем? Блин, тройные гранатки бы сейчас только додамажили. Вот представь себе, сколько они могли додамажить. Что, не пойдут резать? Не, пришли, пришли. Смотрите. Любители поресать своих съездников. Кстати, видали, я только что ускорился очень жестко. Это похоже от зоны, да? Да, от зоны. Ладно, побежали. В принципе, хпшка много не тратится. Нормально. Надо сейчас ускориться и добежать до прекрасного волка. Ой, капец. Просто волк будет стоять слишком. Ну, орел догнал. Красавчик. Ну, и мы победили. В принципе. Тут уже все решено. Остался последний противник, там, убегающий от нас, как обычно. Ну, он как бы ничего сделать-то не может. Это логично. На всякий случай пробахал. Мало ли здесь мог кто-то быть. Типа змеи. Какое совпадение, да? Совпадение, совпадение. Заметьте, сколько я за бой использовал активно вот на львке. Просто не было ситуаций. Ну, вот там была ситуация, да, вот здесь вот. Одна. Я вот там тыкнул на мертвого хамелеона, все. Ну, вот сейчас на джейд зашло хорошо, да? Ок. На джейд хорошо зашло. Агел как раз аптечку залутал. Красавчик. Ну, и мы сейчас идем последнего противника и победим в этом бою. Пингвинчик, ну, куда ты бежишь? Дружок, ну, хватит бегать, нас пятеро, ну. Дружочек, ну, успокойся. Но она по... Ох. Недушные, недушные пингвины. Что ты делаешь? И зачем? Да. Смотрите, он сейчас зону бежит. Ну, я шучу, он не убежит в зону. Но зачем? Зачем ты это делаешь? Одаренный. Одаренный. Просто, ну, ну, вот никогда не понимал этих игрок. Никогда. Почему остается склад из пяти человек? Он пять минут будет сидеть в кустах. Ну, зачем? Играть в эту игру, если можно пять минут сидеть в кустах. Хотя многие так и играют. Да, знаем их всех этих игроков. Конечно, осуждать новичков не будем, потому что, ну, понимать, там, один, два, три персонажа у игрока. Он-то прокачал восьмой уровень. Ему хочется рейтинг поднимать. Ему хочется сундуки золотые лутать. А как он это будет делать? Конечно, только через инструменты. Потому что, ну, выйти на 1200 это занятие очень сложное для новичков. Ни предметов тебе, ни уровня, ничего нету. И как бы надо как-то выходить. Ну, хочется выходить, да? Заметьте, тут, кстати, расширили проход. Поэтому такие дела. Ну, вот вообще не слушает. Ну, что с головой? Ну, почему кто-то слушает, кто-то нет? Не понимаю. Ладно, идем дальше. Яро немножко возникает по поводу адекватности команды, видимо. Ну, я надеюсь, она адекватная. Но, походу, яро-моев фанат. Смотрите, ребятки. Фанаты? Приятный. А, нет, не фанатка, ошибся. Там просто из-за смайлика не было видно. Ну, да ладно. Неважно. Главное нам сейчас затащить. Для этого нужно использовать кусты. Я все-таки зря ботинок, что ли, брал. Нужно использовать кусты и ловушку. Ага, моя команда решила ворваться так. Понятно. Преимущества нам не нужны. Мы и так сильные, да? Понял, принял. Ладно, давайте тогда просто развалим противника. Плеер какой-то бежит. Кто там сзади нас бахает так сильно? Еще какой-то. Там никсы, походу, с друг другом не сгружились. Львы застанели друг друга. Жестко. Просто жестко. Блин, хочу тройные гранаты. Капец. Так, ловим на стан волка и дожимаем его. Волчок. Орел такой, хотел сначала помочь, но не-не-не, не сегодня. Видят, какой никс, а? Видали? Какой путь? Сразу видно старается. Старается. Побольше таких никсов, которые стараются вытащить команду. Ну, волк старался тоже как бы затащить, но он ошибся. Нужно было действовать немножко по-другому. Львить еще один никс старался тоже в команде противника. Молодцы. Молодцы. Приятно, что такие игроки у нас в Корее есть. Которые стараются... Просто неудержимые, назовем их так. Ну, ладно, пофиг. Берите уже свои легендарные дропы, все равно мне он не достанется. И так понимал это прекрасно. Не знаю, что орла в голове и зачем он это делает. Но что получилось, что получилось. Ярин, хорошо, что не пошла за легендарным дробляком. Правда, очень хотела. Ну, за золотым, да. Не легендарный даже. Кстати, заметьте, фонтанчик такой красивенький. Дух. Двухступенчатый. Видимо, один для низких персонажей в игре. Кто у нас низкий, кто высокий? Шираф получается высокий. Все остальные низкие. Стандарт. Хотя у нас еще волк здоровенный. Ну, ладно, то волк, то волк. Итак, остался против нас квады один недобитый. Будет сложновато, наверное, стоит использовать все-таки кустики. В профите. Потому что, ну... Кустики позволят мне закинуть красивый стан тайминговый. И затащить жестко. Осталось это сделать, правда. Но для этого нужно найти противников, которых мы не можем найти. Они, походу, даже не в кустах. Серьезно? То есть, они сверху у музея сидят? Почти, а уже музея нету. А где они сидят? Выглядит очень странно. А в смысле, почему один противник? А где остальные? А вот, умирает Яра. Нашли. Окей. Так, резаем Яру. Стан кидаем. Орел залетает. Все у нас красиво. И всех шотаем. Так, Яру нужно опять резать. Помогаем. В принципе, лутаем аптечку сразу же. Ну, как лутаем. Сейчас все золотая. Покупили наших ребят. Им аптечка пригодится. Ну, остался один из противников. Ну, они, конечно, скрывались жестко. Словил я, кстати. Ну, два стана за бой, да? Или три. Ну, вы понимаете. Лев это чисто так. Ситуационный персонаж, который... Один стан красивый делает, и все умирают. Но радиус стана это прям, пища какая-то, лютейшая. Но вы видите, да? Так, ролик уже вроде выпрыгнул. Все равно застанет. Такие дела. Ну, что ж, ребятки, давайте еще один топодинь возьмем. Я очень хочу это сделать. Ботиночек все-таки себя оправдал. И дефибриллер, в принципе, тоже себя оправдывает. Поэтому пока что ставим. Лев хорош. Хорош. Главное его реализовать. Так, нужно нам сейчас золотать что-нибудь. Хотя бы гранатку серебряную золотать. Для начала. Все, погнали. Блин, тут бот бежит. Надо бы его убить. Ай, надо бы бота убить. Фу, хорошо, что я успел раньше золотаться. Чем? У нас проблема? У нас команда сейчас разделилась немного. Так, лутаемся. Стан кидаем, закидываем. Все у нас хорошо, в принципе. Нужно просто прально реализовываться сейчас немножко. Ой-ой-ой, я что-то без кафешки остался. Нужно в этом плане действовать аккуратнее. Это наш кингру? Вроде наш. Че, что ты так быстро лутаешь-то, а? Ага, сейчас. Так я тебе и дал золотать аптечку кингру, не обойдешься. Так, у нас компак умирают. Он, в принципе, просто очень долго в замесе был, и поэтому... Так получилось? А, в смысле, он что? Его арестить успели? А, блин, у меня залагало немножко, ребятки. Да ё-моё! Ну... Я очень извиняюсь. Блин, капец, просто я просто ошибся с тычком одним. Вот это вот все из-за меня случилось. Бака, обидно, что отпустил. Ну как отпустил? То есть я отошел лутать аптечки, а он, походу, в этот мент умер. А все остальные, ну, все остальные мои команды было как бы по одному месту, видимо. Потому что Бак умер. Ну, как бы вот. Печально это все. Печально. Я не ожидал, что, как бы, моя команда будет просто страдать фигней, игнорить противников, пока я буду, ну, вот эту аптечку. Я не ожидал, что Бак, как бы, не видит, что делает его команда. В общем. Тут, что он виноват, что мы виноваты. В большей степени, наверное, даже. Опять же, два кенгуру и джейп. Почему нельзя было ворваться и спасти Бака? Почему? Они лутали легендарную гранату там где-то. Ну, да. Ладно, ничего нового. Обидно, конечно, за Бака, но что поделать. Осталось против нас сквад фуловый, кстати. Нужно здесь стать немножко аккуратней. Я не попал. Попал! Повезло! Очень сильно повезло 13-го краба выключить прямо за секунду. Это везение хорошее. Опять же, сейчас под стан все попадут. Ну, почти все попали под стан. Лутайм, наверное, с начала кенгуру. Я, кстати, почти откинулся. У меня сейчас стан еще от КД, что нужно его использовать правильно. Я, как бы, на птичке закончились. Представляете? Вот настолько. Вот видите, команда противников как дамажный. И как дамажный моя команда. Они просто сдохли за секунду. Вот зачем? Вот. Люди, которые забежали из Легера Батон, ради того, чтобы променять свой склад. Вот они. Умерли за секунду. Ничего не сделал. Вообще ничего. Как можно было ничего не сделать и умереть, я не знаю. Это просто чудеса. При том, что у нас было преимущество Мертвый Краб. Ай, сложно. Сложно. Ну, такие вот бои, ребята. Такой вот Лев Дюк в четыре слота. Я думаю, сборка идеальная для командных боев, по крайней мере. Возможно, конечно, кому-то будет лучше взять что-то для себя, чтобы не брать дефибриллятор и не тащить больше команду. Хотя, потому что, ну, видите, такие они полезные в кавычках. Но что поделать. Ну, это все. Если видео вам понравилось, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не изучайте. Всем пока-пока. Пока-пока.